Раз, 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 раз. Поехали! Голоса Кирова! Голоса Кирова! Голоса Кирова! Голоса Кирова! Голоса Кирова! Здравствуйте! В эфире радиостанции «Кировград» программа «Голоса Кирова». Это программа о людях культурной стороны города. Меня зовут Наталья Зварыгина, я руководитель продюсерского центра «Голоса Кирова». Сейчас вы услышите музыку, насладитесь ей. И уже через несколько мгновений я скажу, кто сегодня у меня в гостях. Мы начинаем! Только что вы услышали симфонический оркестр. И сегодня у меня в гостях художественный руководитель и главный дирижер Вятского губернского симфонического оркестра имени Раевского Илья Дербилов. Добрый день! Добрый день! Илья, поделитесь вашей историей. Почему вы выбрали такую редкую, уникальную творческую профессию? Это мечта из детства? Кто был причастен к выбору такой профессии? Или ваш личный выбор? Я скажу так, что, наверное, изначально уже что-то было предопределено, потому что моя мама, она окончила музыкальное училище, как пианистка. Потом у нее была мечта все-таки поступить в консерваторию. Но так получилось, что она, в общем, поступила в университет, закончила университет и к музыке уже имела такое весьма опосредованное отношение. Но так получилось, что вот с детства как бы я слышал в доме музыку, и, в общем, мама там постоянно играла, и какое-то было такое, знаете, музыкальное ощущение хорошее. Но самое главное, это то, что вот почему-то, уже начиная там с года, с небольшим, вот как только я начал ходить, почему-то, когда я слышал музыку, ну, а раньше это были телевизионные передачи, дирижировали там и так далее, да, все это по телевизору транслировалось. Вот почему-то я сразу вставал и начинал дирижировать. Вот какая-то такая склонность, причем не было понятно, откуда это, потому что, ну, никто не ориентировал так профессионально. Вот, но, невзирая на это, в шесть лет меня отдали в музыкальную школу, мы тогда еще жили в Киеве, и вот я так более или менее успешно начал там заниматься, а потом в 88-м году мы переехали в Ленинград. Это как раз был возраст, когда должен был в первый класс, и, как бы, меня отвели хоровое училище имени Глинки. Это такое специальное учебное заведение, оно закрытое, там учатся одни мальчики, 11 лет. История заведения очень богатая, обширная, и она связана со многими выдающимися музыкантами, в том числе дирижерами. И отучившись там 11 лет, уже другого пути не было, потому что это уникальное учебное заведение, которое готовит именно дирижеров в будущем. И, между прочим, очень символично то, что во время блокады Ленинграда, наше хоровое училище, оно было эвакуировано на станцию Арбаш в Кировской области. То есть вот какие-то уникальные совершенно связи. И отучившись там 11 лет, у меня единственное, что была дилемма, потому что у меня, как бы, раскрылся голос, и очень серьезно стоял вопрос в отношении того, буду ли я заниматься вокалом профессионально, да, потому что у нас был вокал и все, или буду заниматься дирижированием. Но получилось так, что, опять же, можно было совмещать эти две специальности. Вот действительно, поступив в консерваторию на факультет хорового дирижирования в начале, два года я занимался вокалом в классе вот народного артиста Советского Союза, выдающегося певца Николая Петровича Охотникова. Но уже где-то к третьему курсу, годам к 20, стало понятно, что нужно выбирать. Причем вокал, наверное, это и вам хорошо известно, что это очень непростая профессия, потому что там очень много завязано, как бы, на физиологии, на здоровье. И когда вот начались какие-то такие вот небольшие предпосылки, там простуда, а Петербург все-таки город не самый благоприятный с точки зрения климата, я понял, что все-таки, ну, нужно выбирать что-то, да, и пошел по дирижерскому. Вы сами сделали выбор. Да, да, да. Но могу сказать также, что вот мой творческий путь, он очень обширный, многообразный, но это как бы шутка. Другое дело, что вот так получилось, что вот в декабре, можно сказать, я отмечал 21 год своей творческой деятельности, потому что уже в 2002 году вот мой учитель, Владислав Александрович Чернушенко, тоже это выдающийся музыкант, народный артист Советского Союза, руководитель капеллы. 23 года он был ректором консерватории Санкт-Петербургской. Я поступил к нему на факультатив сначала оперно-симфонического дирижения, и он меня сразу пригласил в академическую капеллу в качестве хормейстера. Ну, это вот дирижер хора. И вот с этого момента, я считаю, что началась моя такая профессиональная деятельность. И вот эти вот 22 года, которые, вот я нахожусь в этой профессии, они как-то поровну поделены между Санкт-Петербургом и между другими городами. Потому что вот уже в 26 лет, это был 2007 год, в Хабаровске на Дальнем Востоке был объявлен конкурс на главного дирижера Дальневосточного симфонического оркестра. Это был, ну, скажем, очень такой серьезный коллектив, потому что Хабаровск был столицей Дальнего Востока, как бы имел такой прямо титул административно. И вот пять лет я там проработал, и потом вернулся в Петербург, потому что нужно было заканчивать аспирантуру. И, в общем, наступил определенный новый, наверное, этап, когда нужно было добирать знания определенные. И вот в 12-м году я вернулся в Петербург, также работал 6 лет в капелле уже дирижером симфонического оркестра. И, в общем, тоже у меня очень много связано с этим периодом каких-то таких приятных впечатлений, переживаний. И в 18-м году меня пригласили в Ульяновск на должность главного дирижера тоже симфонического оркестра Ульяновского. Но Ульяновский оркестр, это, надо сразу сказать, что поскольку Симбирск, родина Ленина, Ульяновск, это был город, про который сейчас говорят, что это был третий город в Советском Союзе по посещаемости, по туристическому потоку. Потому что все, посетив Москву и Ленинград, все хотели посмотреть, где родился Ленин. И в свое время, к 100-летнему юбилею со дня рождения Ленина, там прямо такой, знаете, как нацпроект был предпринят, был организован симфонический оркестр. И этот оркестр, он действительно на протяжении многих лет являлся, ну, наверное, одним из ведущих в стране. То есть, а как это делалось раньше? В Московскую и в Ленинградскую консерваторию посылались дирижеры, то есть два дирижера было в оркестре, один главный, второй просто дирижер. И они сидели на выпускных экзаменах и уже сразу же предлагали определенные условия. Ну, эти условия, естественно, там, предоставление квартиры, там, заработная плата, там, и так далее. То есть, это оркестр с сильнейшими традициями, замечательный коллектив. Но так сложилось, что проработав там три года, не все, наверное, было гладко с точки зрения взаимоотношений с администрацией, потому что, знаете, я считаю, для меня это очень важный момент, потому что, вот, недавно прочитав какое-то исследование, может быть, вы тоже с этим знакомы, какой руководитель нужен в какой стране. То есть, вот, если, там, к примеру, в Америке нужен такой, знаете, босс, да, в Англии нужен такой, скорее, там, какой-то аристократ, то в России все-таки вот некая такая патриархальность нужен отец. И это связано с тем, что, действительно, наш русский менталитет, он требует, знаете, какого-то более серьезного проникновения в проблемы тех людей, с кем ты общаешься. Потому что есть моменты, которые не всегда можно решить даже финансово, потому что, опять же, если ты знаешь, чем живут твои музыканты, если ты можешь вовремя подобрать нужные слова, то и люди тебе отдадут тем же. Вот, но это, наверное, моя самая большая была проблема, потому что я очень сильно заботился о музыкантах симфонического оркестра, и это не всегда нравилось администрации, потому что, ну, если администрация не понимает каких-то вещей, и возникли некоторые моменты, и поступило, был ряд предложений, но вот в качестве главного дирижера меня пригласили сюда. Конечно, не все было однозначно с приходом моим сюда, в Киров, потому что первое, что я сказал на встрече с Игорем Владимировичем Васильевым, с губернатором, на тот момент Кировской области, что если необходимо сделать оркестр, оркестр — это очень дорогое удовольствие, потому что помимо зарплат, помимо музыкантов, которых нужно откуда-то привозить, так как в Кирове нет высшего учебного заведения... А до этого что было, вообще не было? Вы знаете, нет, симфонический оркестр был, но история оркестра, она тоже такая удивительная, и она тоже, наверное, в какой-то степени связана с менталитетом нашим, потому что оркестр сначала был любительским, потом появились несколько ставок, которые стали выделять там для ведущих артистов. Появился дирижер Валерий Александрович Раевский, который 20 лет отдал этому оркестру, но, к сожалению, время было такое, что это как раз 94-й год, 20 лет они были очень непростые, и, конечно, когда нужно обращать внимание на какие-то другие направления и отрасли, скажем так, то уже не до симфонического оркестра. А тут все сложилось таким образом, что вроде и юбилей города, и симфонический оркестр — это все равно некое свидетельство благополучия региона. Поэтому я оказался здесь, и я считаю, что то, что сейчас получается сделать, благодаря тому фундаменту, который был заложен при Гриве Владимировича Васильеве, а дальше, что очень важно, это Александр Валентинович, когда пришел на пост губернатор, он поддержал эту идею, и вот оркестру был присвоен статус Вятский губернский симфонический оркестр, и в связи с этим были выделены деньги и на заработные платы, и было расширено штатное расписание. То есть если оркестр, грубо говоря, раньше состоял из 46-47 музыкантов, из которых всего порядка 10 имели высшее образование, то сейчас вот у нас оркестр должен быть порядка 70, на настоящий момент, ну это где-то 60 с небольшим, но при этом около 30 человек к нам приехало только за последний год, когда нам вот выделили финансирование. Причем замечательные музыканты из разных городов, прекрасная квалификация, но самое главное, на что бы я хотел обратить внимание, это то, что главная задача наша заключается в том, что я бы хотел вернуть сюда тех музыкантов, которые рождены здесь, которые по воле случая оказались в других городах, получили образование, потому что Валерий Александрович Рогевский, надо отдать ему должное, это был замечательный человек, прекрасный музыкант, человек старой формации, он говорил, что если бы вернуть удалось в Киров всех музыкантов, кто получил образование здесь, изначально был рожден, потом учился где-то в других консерваториях, то это был бы лучший, наверное, в мире оркестр, потому что действительно колледж Казенин, он славился своим музыкальным образованием, был очень высокий уровень там, и поэтому выпускники, они работают в лучших оркестрах нашей страны, вот поэтому то, что люди стали возвращаться, а вот вятка, она обладает какой-то, знаете, особой притягательностью, потому что касаясь меня, я тоже могу сказать, что вот хоть родился я в Киеве, вам же нравится, да, всю сознательную жизнь прожил в Санкт-Петербурге, но корни мои по отцовской линии, они из села Дерюшево Малмышевского района, представляете, и вот как-то мы об этом не говорили, потому что бабушка с дедушкой оттуда уехали на Урал, еще сразу после войны у меня там папа на Урале родился, как-то об этом было не принято говорить, а потом, когда стали этим интересоваться, оказалось, что вот здесь, вот в этом Дерюшево я был, и там была улица одна, на этой улице жили одни Дербиловы, на другой улице жили Кунгурцевы, Кунгурцевы это фамилия моей бабушки, то есть две улицы, да, понимаете, и как-то они подружились, и вот в итоге вот так, поэтому Киров мне город совершенно не чуждый, другое дело, что, безусловно, присутствуют некоторые особенности менталитета, связанные, знаете, с какой-то вот такой исконной русской, наверное, чертой, потому что Киров, ну, наверное, вятка это плоть от плоти русский город, находящийся в окружении, с одной стороны, Удмуртия, Коми, Морелл и так далее, и тому подобное, Чуваши, там, Татарстан и так далее, вот поэтому, наверное, даже где-то в глубине души вот эту некую вятскость в своем характере я тоже ощущаю. Как ее характеризовать, я не знаю, но, по крайней мере, то, что город мне не чуждый, и то, что удается найти общий язык вот с теми людьми, с кем ты общаешься, мне кажется, это очень важно. Я считаю, что у вас дар, вы такой уникальный человек, и вот сейчас, послушав вот ваш путь, насколько это видно, что все действительно так не случайно, и у вас так сложился каждый пазл, что вы в итоге к нам приехали сюда, может быть, так и нужно было, и вы сейчас нас радуете, действительно, вашим творчеством, вот своей уникальностью, и честно скажу, я стала ходить на симфонический оркестр, вот когда вы уже приехали, я полюбила его. Я хожу, может быть, не так часто по возможности, но я люблю это направление. А раз мы затронули тему Кирова, скажите, вот что вам нравится здесь, а все-таки что бы вы хотели изменить? То, что хотел бы изменить, это потихонечку удается изменить, потому что самое главное достижение, наверное, не свое, а вот именно регионы, я считаю, то, что тот самый вязкий менталитет, о котором я говорил, он, с одной стороны, очень непростой, потому что долго присматриваются, но когда уже понимают, что вроде как ты свой, вот в этот момент открываются колоссальные возможности, потому что, работая в других как бы оркестрах, меня все время подтачивало только одно. Разные дирижеры бывают, да, у каждого своя судьба, но есть единичные случаи, когда говорится, что вот здесь было не так все просто, и вот приехал человек, который вот повел за собой и что-то создал. Таких прецедентов не так много, но история музыки, она знает таких личностей, вот именно, знаете, подвижнических, не имея в виду себя. Это вот и в Нижнем, прошу прощения, да, безусловно, и в Нижнем Новгороде, и в Красноярске, и в Новосибирске были такие, знаете, подвижники. Себя я к ним не могу относить, потому что это, может быть, другой масштаб, и сейчас то время, которое, понимаете, оно немножечко нивелирует героев. То есть сейчас то время, когда, ну, я не хочу говорить, жажда наживы там или еще что-то, это, ну, просто так сложилось, потому что всем хочется жить в хороших условиях, жилье, естественно, не предоставляется, и все думают о том, что как бы заработать просто, ну, это только небольшая часть вот всего вопроса. Но я всегда считал и считаю, что самое главное, это вот в профессии, это самое главное, та цель и тот результат, в конечном счете, которого ты добиваешься. Потому что, вот, допустим, я сейчас работаю, да, у нас в оркестре до меня оркестр давал, ну, порядка там, ну, может быть, 25-30 концертов в течение сезона. Сейчас, в прошлом году, вот, если говорить о 2023 годе, мы сыграли более 80 концертов. Как раз хотелось спросить, да, сколько концертов. Да, более 80, но самое главное, это тоже момент такой, потому что менеджмент, а все-таки, как бы, отчасти ты себя все равно считаешь менеджером, да, потому что ты думаешь о многих вещах. Я могу сказать с гордостью, что наш оркестр начал зарабатывать не потому, что заработок, это, знаете, какой-то камень преткновения, а потому что публика всегда голосует ногами. Есть такое понятие. И если у нас появляются там доходы, то ты прекрасно понимаешь, что это связано с тем, что покупаются билеты на концерты. И вот, допустим, тоже один из таких моментов гордости, вот, по-моему, 20-й год, да, наверное, 20-й все-таки, 20-й, 21-й, оркестр зарабатывал, ну, порядка 3 миллионов в год, это чистыми деньгами, то есть если убрать солистов, да, и так далее, вот, видеть эту прибыль. И те же самые 3 миллиона мы заработали только за декабрь месяц. И ежемесячно, то есть у нас, я вынужден как бы за этим следить, чтобы продавались билеты, чтобы была хорошая реклама, а это еще какие расходы у нас на солистов, учитывая, что у нас постоянно вот это. Поэтому, ну, как-то движемся вперед. Сейчас вас прошу обратиться к нашим слушателям и как-то по-особому пригласить на следующее выступление вашего симфонического оркестра. Самое главное, наши события, наверное, они все-таки впереди, потому что в этом году юбилей города, да, и как мы уже знаем, юбилей города будет отмечаться не только там один день или один месяц, да, он имеет достаточно такую долгую линию. И уже вот 29 февраля к нам приезжает известнейший пианист Денис Мацуев, замечательный пианист. Возрастное ограничение 12+. И вот как бы его концертом фактически будет ознаменовано начало официальных мероприятий, приуроченных 659 города. И 1 марта у нас будет концерт, опять же, в рамках этого фестиваля. Там будет два тоже прекрасных пианиста. Возрастное ограничение 12+. Лауреаты конкурса Чайковского, последнего, который проходил, и тоже концерт будет посвящен творчеству Рахманинова. Поэтому приглашаю, а так следите за афишей. Да, я иду. А вот расскажите, вот есть такие произведения, с которых легко начать путь в мир, вот именно тех произведений, которые вы исполняете, да, то есть в путь симфонического оркестра, то есть для тех, кто ни разу не был. С каких начать вот произведений? Ну, знаете, я думаю, что все очень просто, потому что каждый человек, опять же, в силу воспитания, привязанности, склонности каких-то, он имеет свою, какую-то, знаете, свою среду, вот что ему знакомо, и что ему близко. Но специально для этого мы начали вот этот проект рок-хиты, потому что я прекрасно помню, что два года назад, это был тоже, по-моему, февраль месяц, или конец января, меня попросили, говорят, Илья Николаевич, ну, надо что-то вот сделать, там, что-то такое. И у меня были эти ноты рок-хитов, мне их прислал мой замечательный друг, тоже дирижер, и парадокс заключается в том, что на тот момент рок-хиты, это была едва ли не единственная программа, которую оркестр мог, ну, скажем так, более-менее прилично исполнить, потому что одно дело, это рок-музыка даже в аранжировке для симфонического оркестра, другое дело, какие эффекты там используются, там и так далее, а совсем другой вопрос, это исполнить какую-то серьезную симфонию. Все-таки рок-хиты, они гораздо проще и по музыке, и по вот каким-то исполнительским моментам. Я говорю, давайте сделаем вот эти вот рок-хиты, потому что я понял, что, ну, как бы, мы это потянем. И после того, какой был фантастический резонанс, причем мы тогда еще, нужно было как-то удивлять, вот, у меня есть хорошие знакомые, которые связаны, там, вот, с байкерскими кругами, там, и так далее. Вот первые рок-хиты у нас были такие, что, я говорю, ребят, давайте, может быть, что-то такое придумаем интересное. Я говорю, у вас есть Харлеи? Они говорят, да, у нас есть Харлеи. Я говорю, а слабо вот вам два Харлея взять, загнать на сцену? Я говорю, да, не вопрос, нормально. Вот, в итоге, я помню, как мы эти Харлеи там, причем их было даже три. Значит, два Харлея стояли с двух, по углам сцены, они были подсвечены, и еще один Харлея стоял, значит, там у нас есть такое небольшое пространство, где у нас там пресс-волл, там, и так далее. Вот, мы еще один туда загнали. И, вы знаете, когда сделали световое оформление, у нас еще не было экрана, который, вот у нас сейчас есть фантастический экран, да, у нас не было такого оборудования. Программа вызвала какой-то дикий совершенно ажиотаж. Поскольку я был несколько такой заакадемизированный и как бы понимал, что счастье оркестра, оно в Чайковском, там, в Бетховене, то в следующий раз мы вернулись к этой программе только уже в сентябре, то есть спустя полгода. И каково было наше удивление, когда эти билеты разлетелись буквально за два дня. Это мы сейчас можем говорить, что на Дениса Мацуева при стоимости билетов до трех с половиной тысяч билеты были проданы за один день. Представляете? То есть они вот только вышли в продажу, все, на следующий день их не было. А там за два дня продать зал на 780 мест, ну, это для нас была очень большая победа. И потихонечку, понимая, что эта программа востребована, а проблема симфонического оркестра, она заключается в том, что вот в театре, допустим, существует определенный репертуар, да, то есть может быть порядка 20 наименований, да, которые так или иначе, там, может быть, с периодичностью там раз в месяц или раз в два месяца повторяются, да, это как бы текущий репертуар театра. То в симфоническом оркестре, когда, не дай бог, ты в течение того же самого, там, сезона исполнишь, там, второй раз поставишь то же самое сочинение, никто не придет, потому что публика, которая ходит на симфонический оркестр, она скажет, ой, ну, это симфония Бетховена, я уже слышали, ну, а что там, ну, а что там, Чайковский, Чайковский, я уже был на Чайковском. Постоянно удивлять нашего зрителя. Да, 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 вот, но рок-хиты и потом рок-хиты 2, вот программа, когда нам уже показалось, что мы исчерпали вот весь ресурс по рок-хитам 1, то есть уже как бы пора быть, честь, знаете, когда уже там пять раз в течение сезона сыграли, причем и в Слободском, и в Кирово-Чепецке, и здесь, и зал вроде наполняется, мы придумали программу рок-хиты 2, но проблема этой программы рок-хиты 2 заключается в том, что все самое интересное, все самое узнаваемое и все самое такое хитовое, они уже как бы в первых руках так были, вот, но вторые рок-хиты тоже были очень интересные, там мы немножко Фредди Меркьюри добавили, там Барселона, его вот эту вот замечательную композицию, там еще что-то, и возникла вот эта вторая программа, тоже публика пошла, и тоже как бы с радостью они воспринимали эту музыку, но сейчас мы опять решили вернуть рок-хиты 1, и опять точно так же в течение там буквально, ну не двух дней, но может в течение недели разошлись билеты, то есть это вопрос такой еще и экономический, потому что если пока на, скажем так, на академическую музыку публика ходит не так охотно, но уже лучше, так вот возвращаясь к нашему вопросу, через что, я думаю, что если, вот мы для этого специально это и делаем, потому что вот рок-хиты узнаваемо, это близко, это интересно, потом мы делаем сейчас совершенно удивительные проекты, связанные со сказками с оркестром, это достаточно распространенный такой проект, он есть во многих филармониях, но мы делаем его так, что там, допустим, какая-то известная сказка, там, допустим, «Маленький принц», и меня поразило то, что вот в этом году мы, у нас существует определенная, ну, абонементной системы у нас пока что нету, то есть мы ее тестировали, смотрели, но должна быть, то есть это вот циклы определенные, и в течение сезона у нас четыре сказки с оркестром, причем эти сказки читают замечательные актеры кировские, вот «Маленький принц», вот сейчас вот у нас была сказка «Снежная королева», читал «Королевский», вот, то есть это узнаваемые актеры, музыка классическая, но слово, известный, узнаваемый актер, и еще песочная анимация, ведь сейчас я должен сказать, что все-таки в сравнении с тем временем, когда я пришел, сейчас филармония, ну, это просто, знаете, это совершенно иное учреждение, потому что у нас появился великолепнейший экран, и здесь я тоже могу сказать огромное спасибо всем тем, кто был причастен к этому, потому что вставал вопрос, да, вот, нужен он, не нужен, а он появился, и у нас экран, ну, я считаю, что один из лучших в стране, потому что он полностью закрывает вот весь задник сцены, жидкокристаллический, с потрясающим разрешением, вопрос в том, что мы не всегда еще умеем им по-настоящему пользоваться, не знаем его истинных возможностей, но великолепные экраны, все вот это вот, вся песочная анимация, и все, и мы, все концерты, почему они стали, знаете, такими притягательными, потому что мы делаем какие-то заставки, потом есть замечательный у нас проект, целый цикл, музыкальная азбука от Адая с Артемом Варгавтиком, Артем Варгавтик, это вообще очень известный такой, знаете, музыковед, музыкальный режиссер, музыкальный журналист, ведущий, который очень популярен, вот, в частности, на канале «Культура» у него был целый ряд передач, который назывался «Партитуры не горят», то есть он рассказывал какие-то интересные особенности, это не просто какая-то, знаете, заштампованная история, цикл рассчитан на много лет, это очень интересно, это очень увлекательно. Голоса Кирова! Вау! Голоса Кирова! Голоса Кирова! А скажите, без какого инструмента не обойтись и почему? Ой, скажу вам, наверное, не обойтись без любого, но предмет нашей гордости заключается в том, что у нас появилась в городе арфа, если точнее сказать, арфистка, потому что арфа это очень редкий инструмент и он связан с тем, что, ну, скажем так, оркестров очень много, а арфистов мало. И даже в некоторых консерваториях, допустим, в Свердловске, в Екатеринбурге, да, там на арфу вообще нет отделения, на котором учат арфистов. И поэтому вот у нас появилась арфа, это очень, на мой взгляд, важное для нас реабилитие. Это уникальность. Уникально, да. Так, ну, конечно, мне очень интересен вопрос, как продюсер его задам. Для меня абсолютно понятно, когда артисты работают с продюсерами. Скажите, вот в мире, да, дирижеров есть свои продюсеры, которые помогают достичь высот в этом деле? Если есть, может быть, вы работали с такими продюсерами? У нас культура, вот именно продюсирование, в особенности в классическом искусстве, она, к сожалению, ну, не такая распространенная, потому что на Западе там просто существуют концертные агентства, у которых в наличии имеется пианисты, скрипачи, вяночелисты, певцы, дирижеры. И вот этих агентств, их достаточно много, и они очень серьезные, то есть они работают в качестве, ну, скажем так, в качестве продавца с разными коллективами, да, и с ними контактируют, там, допустим, нужно что-то исполнить, нет ли у вас дирижера, который мог бы приехать. У нас ситуация другая, потому что у нас вот большую часть занимает вот момент, вот главные дирижеры, там, солисты, они все так или иначе привязаны к чему-то, то есть вот момент вот этого продюсирования, хотя, с другой стороны, то есть у нас это работает по-другому. Вот есть определенные контакты, творческие, к примеру, да, ну, вот там, мне приходится много тоже гастролировать, но вот там многие оркестры меня знают, и почему вам не приехать, да, а на Западе это просто поставлено такую абсолютно коммерческая история, да, ничего личного, вот как бы безобидно, вот так вот покупают, да, не покупают, нет. Ну, вы себя уже зарекомендовали, вас уже знают, поэтому... Ну, конечно, я же достаточно много в этом нахожусь, так что приходится как-то тогда. Вы наверняка знаете, что я создала вокальный конкурс «Голос Кирова», и это сильно популяризировало у людей желание петь на сцене в нашем городе. Скажите, видите ли вы подобные проекты в рамках симфонической музыки, чтобы поднять также уровень вовлеченности вот в этом направлении? Вы знаете, вопрос замечательный, потому что тут, понимаете, какой момент? Вот тоже размышляя вот перед нашей с вами встречей, да, вот чем является «Голос» этот проект на уровне как бы всероссийском, да, он в первую очередь как бы объединял в качестве участников тоже людей, скажем так, профессиональных, да, потому что, ну, вот там, я наблюдал какое-то время, там прямо очень увлекался, там вот, помните, там вот Дина Гарипова, Александра Воробьева, потом там в 18-м году победил там Петя Захаров такой, да, с Петей Захаровым мы с ним вместе на вокал ходили, там вокализы пели, он на курс старше был меня, у нас была такая даже шуточная сцена с ним, и вот он победитель голоса, вот, потом еще какие-то, то есть они в первую очередь участвовали в этом проекте для того, чтобы уже, будучи состоявшимися профессионалами, как бы вот приобрести какую-то дополнительную известность, в принципе, понимаете, никаких проблем быть не может, единственное, что, конечно, люди должны быть достаточно компетентны, хотя я могу сказать, что у нас был такой опыт, есть у нас в Кирове союз лесопромышленников, такой лесной отрасли, и там председатель этого профсоюза такой Александр Григорьевич Горель, вот, удивительный человек, но он еще и поет, и вот был концерт, посвященный Дню леса, где-то полтора года назад, и он вышел, что-то с нами спел, ну, замечательно совершенно, и фактически на профессиональном уровне, то есть, а при этом бывают самородки, которые поют лучше любых профессионалов, поэтому я считаю, что ваш проект, вот он должен как бы развиваться, и там дальше, я думаю, что как бы все возможно, потому что для этого мы существуем, чтобы быть как-то вместе, другое дело, что вопрос формата и выбор сцены, потому что как бы симфонический оркестр все-таки должен находиться вот на профессиональной сцене, вот как бы на филармонической, а дальше уже какие-то коллаборации могут быть безусловно. Да, вот как раз хотела спросить, что если участники, лучшие участники, Голос Кирова, их действительно много, на 650-летие выступят на сцене под симфонический оркестр. Как думаете, вообще это реально? что да, единственный момент только, что я как бы должен участвовать в отборе. Да, конечно, конечно. То есть, этот момент очень важный, действительно, понимаете, мы для этого и существуем. Моя позиция, она заключается в том, что все, что нас не убивает, делает нас сильнее, поэтому, безусловно, конечно, надо об этом думать. смотрите, я как продюсер, да, рекомендую тех артистов, в ком я вижу действительно, и не то, что потенциал, я вижу в них артистов. И сотрудничаю сейчас с продюсерским центром Москвы и также туда отправляю, рекомендую людей, которые, на мой взгляд, то есть, достойны этого. Я очень такой перфекционист, тоже человек. Да, это вы знаете, вот я просто вспоминаю, помните, такая была на голосе то ли Александра Бирюкова, то ли еще Бирюкова фамилия, я вспомнил, Слушайте, человек, не имеющий профессионального образования, но фантастически просто владеющий голосом, помните, там какие-то были правительственные концерты, там с президентом, она там тоже выступала, почему нет. А вот еще один актуальный вопрос про 650 лет Кирову. Много ли нужно приезжих артистов или можем мы все-таки справиться с собственными силами, так как у нас в городе очень много талантов? Как вы считаете? И сделать шоу на уровне, конечно, со столицей. Вот хотите честно скажу? Значит, я считаю, что мы обязаны обходиться своими силами, потому что, ну, во-первых, скажу так, что, наверное, не все золото, что блестит, многому этому золоту мы знаем цену, а наша задача, и вот я вижу в этом, как бы нашу основную миссию, она заключается в том, чтобы показать все самое лучшее, чем мы располагаем. Это нужно делать обязательно, и чем меньше приглашенных, тем будет лучше. Спасибо за ваше мнение, но и под конец наше с вами интервью сохранится в истории на много лет. И, скорее всего, однажды один из ваших прапраправнуков захочет узнать о вас чуточку больше и включит наше с вами интервью. Сейчас вы имеете возможность сказать ему какое-то напутствие. Очень банально, но, к сожалению, жизненно, потому что чем сильнее успех, тем больше раз тебе удалось подняться. Вот это, наверное, самое главное, потому что ситуации жизненные бывают самые разные, а если ты находишь в себе силы или какие-то, знаете, внутренние мотивы для движения вперед, вот это замечательно. Потому что, знаете, я могу сказать, что в завершении, может быть, что по большому счету Кирова его на музыкальной карте России практически не было. Да, были выпускники колледжа Казенина, но Киров никогда не был серьезным игроком, скажем так, вот в этой, как бы, игре. И один мой знакомый, очень хороший, главный редактор, главная газета музыкальная, музыкальное обозрение, он искал такую вещь. Слушай, ты знаешь, то, что в Кирове есть симфонический оркестр, я узнал только после того, как ты здесь оказался. Это главная газета музыкальное обозрение, которая на протяжении десятков лет ведет вот этот вот разбор филармонической жизни. Но сейчас я могу сказать, что к нам присматриваются, нас начинают уважать, и это очень важно, потому что то, что было сделано здесь, в не самые простые годы, скажем так, для нашей страны, я имею в виду вот эти вот последние два года, это просто беспрецедентно. Если бы речь шла, скажем так, о каком-то нефтяносном районе там или северном, это было бы понятно. Но могу сказать, что вот в Тюмени, допустим, есть великолепный симфонический оркестр. Идея создания оркестра, она возникла в начале 2000-х годов, а реализована была в 2014-м. То есть даже для Тюмени, где нефть, где там все что угодно, больше десяти лет они только думали, как к этому подойти. А у нас это все случилось в течение, ну, скажем так, одного года. То есть вот этот переход от оркестра любительского к оркестру профессиональному уже очень серьезному, это было очень быстро и очень стремительно. Поэтому я искренне благодарю всех тех людей и в правительстве, и вот среди слушателей, кто был к этому причастен. Уважаемые слушатели, сегодня с нами был Илья Дербилов. Я благодарю вас. Спасибо. Это было очень интересно. Интересно было узнать о вас чуточку больше. Еще больше появилось желание сходить на симфонический оркестр, чего я и желаю всем нашим слушателям. Это была программа «Голоса Кирова» и я, Наталья Зворыгина, руководитель продюсерского центра «Голоса Кирова». Всем всего доброго и до встречи. Спасибо. «Голоса Кирова». 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 «Голоса Кирова».